Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. 12 марта рассмотрят апелляционную жалобу на приговор Быкова. Информацию об этом опубликовал Кировский областной суд. Изначально рассмотрение жалобы назначили на 25 января, но оно было снято с рассмотрения. Подали жалобы адвокат, прокурор и сам осужденный. В ноябре Владимира Быкова приговорили к 8 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием сроков в колонии строгого режима. Бывшего главу города признали виновным в пособничестве в мошенничестве с хищением денег АТП. Ранее Быков был осужден за взятку в полтора миллиона рублей и мошенничество с землей в Парке Победы. Экономика. Два миллиарда рублей выделят на реконструкцию Кировского цирка. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Здание Кировского государственного цирка включили в перечень объектов капитального строительства госпрограммы строительства. Деньги в Киров будут направлять в течение трех лет. С 2026 года по 2028. В это же время будут вестись работы. Капитального ремонта здания цирка в Кирове не было 45 лет. То есть за все время его существования. В эфире экономика. На 800 тысяч рублей штрафовали управляющие компании в Кирове за неочищенные крыжи. Это первые результаты работы комплекса автоматической фиксации нарушений «Дозор», который на днях выехал на улицы Кирова. Напомню, что оборудование автоматически фиксирует сосульки, наледь на крышах, снежные свесы. На данный момент в отношении управляющих компаний вынесены 8 постановлений с назначением административных штрафов на общую сумму 800 тысяч рублей. Пока комплекс работает в рамках пилотного проекта на территории Октябрьского района. В случае успешного опыта применения машина начнет ездить по всему городу. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.